Аномальная тёплая осень в этом году обернулась для одинцовцев не только возможностью насладиться последними тёплыми деньками. В городе активизировались крысы. Местные жители стали бить тревогу, в том числе в пабликах и соцсетях. Реакция властей последовала незамедлительно. На еженедельной планёрке глава района Андрей Иванов поручил в кратчайшие сроки разработать план действий по ликвидации грызунов. В прошлом порядке разработать план, в первую очередь на ХРПС. В прошлом году такой у нас проблематики не было, не ощущали, но сейчас действительно все социальные сети пестрят крысами в подвалах и на контейнерных площадках или из-за отсутствия контейнерных площадок. Разные документарии все, Михаил Владимирович, нужно проанализировать. Жду от вас в ближайшие дни, буквально завтра, в чёткий конкретный план действий, который мы также станцируем нашим жителям, и будет понятно, как власть реагирует на эту проблему. Первый этап внеплановой диротизации бригады Московского областного центра дезинфекции провели уже в минувшую пятницу. Сотрудниками было обработано 28 локаций, по которым поступили жалобы в соцсетях от жителей. Принято решение о том, что город Одинцово, городское поселение, выделит средства на плановую обработку. Сегодня будет происходить по двумя бригадами дезинфекторов обработка не только по этому адресу, но еще по ряду больных адресов, по которым в последние дни поступили жалобы. Мы сейчас говорим о диротизации, обработке от грызунов. Параллельно с домами, это будет внутри мусорных камер происходить обработка, обработка подвалов и прилегающей территории. Будут обработаны семь мусорных контейнерных площадок, примыкающих к территориям. То есть выбрали сейчас наиболее болевые точки, в том числе в районе вокзала железнодорожного. Диротизация подразумевает физическое уничтожение грызунов, как правило, с помощью отравляющих веществ. В случае обнаружения крыс рекомендуется обрабатывать территорию с частотой раз в месяц. В основном мы работаем препаратами под острого действия, потому что на территории и в жилых домах запрещено работать препаратами острого действия. То есть раскладываются готовые родентицидные приманки, соответственно, прошедшие государственную регистрацию, имеющие удостоверение регистрационное и декларацию о соответствии. Они раскладываются в местах, недоступных для людей и животных. После поедания приманок грызунами гибель наступает от трех до десяти дней. Жительница дома Поговорова 8А Оксана Замай рассказывает, с крысами она и ее соседи борются с 2014 года. Грызунов замечали в подвале и у мусорных контейнеров. Но этой осенью Оксана обнаружила крысу уже в собственной квартире. Произошло то, что крыса прогрызла бетон, вылезла к стояку, к трубам, и оттуда начала прогрызать дыру в квартиру. И то есть она пролезла в ванную комнату. По словам представителя Московского областного центра дезинфекции, крысы – постоянные спутники человека. Полностью избавиться от грызунов невозможно. Единственная верная тактика борьбы – регулярные работы по диротизации, что позволяет поддерживать популяцию крыс на безопасном уровне.